Уже 9 часов есть у нас, да? Да, 9-0-0-0-0-3 Все, слава Богу, так что У нас нет колокольного сбона, но Но Что-то есть Можно это сделать, да? На компьютере все, пожалуйста В принципе, да, компьютеры можно В Германии давно все красивые колокольные Такие вот, я думаю, что так красиво Где тут колокольный, а вот компьютер А громадный старый собор, 14-й георгий Все, на компьютере Умельчают Притом, там время запрограммировано Вечером будет транспляться Так Наверное, да Ну, самое главное, успеть Начнем? Начнем, да, начнем Наш Бог, Бог, порядка и устройство Так Ну, что? Так что, кто записывался, нехай Так, сейчас Ох, я что-то не знаю О, да, да, все, есть записи есть Так что будет даже и оттуда, и на телефон Наши код и здесь есть То я пробовал, то голос есть, звук нет То наоборот, как бы Как в том, по-другому Кирпич-бар, раствор-юк Раствор-бар, кирпич-юк По-другому По-другому Вот, значит, так как-то так все А вчера вроде бы и то и другое Все, короче, было Слава Богу, да Вот, так что Братья, сестры Можем даже сделать, наверное, знаете что? Наверное, вперед, пожалуйста, да Хорошо, если не трудно Все пересядьте Кто уже тогда уже придет попозже То могут сесть там, допустим, сзади уже Вот И так будет лучше, я думаю Так, и у нас По-новому времени 9 утра А сегодня перебили мне Да, перебили сегодня Вот Так что у нас сейчас другое время Сегодня Вот И Начнем Так что Как сказать Шамон де Панство Братья, сестры Дамы и господа Шамон де Пануе Пани та Пануе Да Так Пани та Пануе Бог во Христе Примирил Собой мир Не вменяя людям Преступление их И дал нам Слово Примирение И вот еще Вместе Писание Кто исповедует Что Иисус Есть Христос В том Примирает Бог И Он В Боге И мы познали Любовь Которую имеет К нам Бог И уверовали в нее Потому что Бог Есть Любовь И пребывающий В любви Примирает В Боге И Бог В нем Аминь Аминь Вот Азербайл Такими Местами Иисус Писание Вот Такую Небольшую Берите Листовку Листовку Посвященную Краснобору И вкратце Здесь Напечатал То что Тогда еще Те дни Размышления О реформации О реформации Деформации О реформации Как Действительно Восстановление Покаяния Церкви Исправление Церкви И Здесь еще Обозначил я Слова Александра Двитинского Такого Деятеля Церковного Который еще 100 лет назад Выступая Сказал Такие слова Евангелие Он говорил Не говорит Только о горних Высотах Оно пришло Небо Опустить До земли И землю Возвысить До небес Новая жизнь Загорается Пасха у нас в душе Церковь воскреснет Христос воскрес Аминь Аминь Вот И Знаете Действительно Библия Вся Слово Божье В большей степени Говорит нам Даже не О будущем Да Времени Не о Рае Да Об этом Очень немного Сказано Очень немного Процентов 99 Всего Слово Божье Посвящено Сегодняшней Сейчасшей Жизни Как жить Сейчас Это очень важно Потому что Бог хочет Чтобы мы Сейчас Были счастливы Я не думаю Что если человек Он сейчас Не счастлив То он Будучи Будет счастлив Нет Потому что Бог хочет Чтобы мы Сейчас Были счастливы И радостны Благословлены Довольны И благочестивы И довольны Это великое приобретение И сегодня Особенный день Сегодня Вот последнее Воскресенье У нас Месяц Октября И 31 октября Это день Великой Реформации Для кого-то Это Хэллоуин Для кого-то Это Знаете ли Ну Праздник Всякой нечисти Там Допустим Или День рождения Люцифера Как говорят Станисты Допустим Но Как бы там ни было Но По крайней мере Если это Рождество Диабола То Ему день рождения Однажды Пять столетий назад Было очень Серьезно Испорчено Вот Потому что Как раз Именно 31 октября Прибил Тезисы К дверям Собора Миттенбергского Мартин Лютер И Стук молотка Этого монаха Пробудил Всю Европу И Весь тогдашний Христианский мир В общем-то И с этого момента Началась Великая Октябрьская Христианская Реформация Реформация Да Пять столетий Продолжающаяся Реформация Эпоха Великой Реформации Закончилась Эпоха Великой Деформации Деградации Мирового христианства Началась Эпоха Великой Реформации Восстановления Церкви Божьей И Сегодня Вот здесь Мы собрались На Собор Собор Наше собрание Наше собрание Сегодняшнее Оно посвящено Вот этому юбилею Пятисотлетию Реформации Сегодня вечером Даст Бог Уже Как бы уже Вчера Репетировал Как бы Подключение Все работает Все получилось Хорошо Сегодня вечером Сделаю прямую Такую Трансляцию Вновь Уже посвященную Как раз Именно Вот этому Юбилею А так же 30-го В понедельник Вечером И 31-го В 18.00 Сегодня Завтра И послезавтра А послезавтра Вообще С 31-го на 1-е Планирую Как раз Именно Ну так Всю ночь Провести Вот такие Такими Часовая Почасовые Трансляции Такие Чтобы Каждый час Была тема Для молитвы Кто у нас Приезжает Сегодня вечером Василий Да? Да Отец Василий Отец Василий Отец Виктор Должен Ну короче Вот С кем-то из отцов Тоже будем проводить Вот такие Трансляции Включения Но сам Можно с братом Андреем Да Да Трансляции Собрать А тем более Могу Пока А кончить Собрать Все Так что Меня возьмите Всю бужинство Наполею Конечно Конечно Да Вот Слава Богу Да Так что Будет Да С кем проводить Эти встречи Вот И И еще По возможности Вечерком Вот Завтра Послезавтра Понедельник Вторник Подъезжайте ко мне Вот на Киото Одиннадцать Кто может Вообще Это будет Как бы Домашнее Недомашнее Такое Общение Такое Можно Пораньше Ведерка Чая А там Кофейни Есть 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 Не Ну там Кофейни Там Такие В основном Ну ладно Короче С этим Разберемся На Киото Все есть На Киото Все есть Там же Лесова Там же Все есть Вот Значит И Ну да И значит Кавани Ливская Кава У меня Кстати Вот Значит И Сегодня Я Вот Знаете В таком Духовном Таком Трипете Пред Богом Сейчас Предстаю И Благодарю Его За Вот Честь Сегодня Быть Участником Его Этого Собора Потому что Это его Детище Это его Служение И Блаженны Мы С вами Те Кого Он Собрал Сегодня Сегодня С утра Пришло Нас Немного Собрало Здесь Основные Трудящиеся Еще Почивают Вот Но Попозже И батюшки Многие Чуть Попозже У кого-то Свои Служения Прочее Ризник Наш Кифа Наш Епископ К сожалению Не сможет Приехать Вчера Поздно Вечером Сообщил Уже Вот Там По семейным Таким Обстоятельствам Но Сделаем С ним Тоже Так Онлайн Такие Вечерние Такие Собрания Встречи Вот И Сегодня Еще День рождения У нашего Богдана Значит Ионеско Сегодня В прошлом году Он стал Настоящим Пятидесятником Ему Пятидесят Исполнилось Прошлым Да Да И я Потом Говорю Батюш Настоящим Пятидесятником Вот Значит И Значит А Сегодня Ему Пятидесят Один Да Так что Наш брат Он Цветет И пахнет Он Полный Сил Энергии Значит Там Вообще Судя по его Эти постам На фейсбуке Он там По всей Румынии Нас зажигает Смотрю То там То сям Там То сидит Цыган Там Проповедует То Значит Там Бухаресте То Где-то Там Селах Где-то Там На Евангелизациях Молодец То с пятисятниками То с хорисматами То с баптистами Молодец Думаю Слава Богу Трудится И в Молдову Даже Не забывает Слава Богу Заезжает В Молдову Значит Ну там По соседству Все Близко Вот И Надеюсь Я с ним Увижусь Но уже Следующую Субботу Потому что Я буду Следующую Субботу Даст Бог В Одессе Буду В еврейской Мессианской Общине Дочернее Вот Киевской Еврейской Мессианской Общины От Кимон Дочернее Это будет Такое Тоже Очень важное Собрание Служение И тоже Буду Говорить Как раз О реформации И вот Сейчас Сегодня Хочу Благодарствовать Бога Всемогущего Пока мы Ехали С Алексеем Ивановичем Вот Машины То Я ему Рассказал О таком Свидетельстве Мы приезжали Слава Богу Да Я сейчас Возле Лесовой Там проживаю Вот Вечерниковская Давница Там Храм Христа Вот это Здание И у меня С этим местом Много Что связано Вообще В жизни И вот Самое главное Мы жили Через дорогу Там На Малышка Вот А там Где храм Христа Сейчас Там Ну больничный Комплекс В общем-то Да Значит На Попудринку Да Значит Попудринку И там Как раз Рудом Вот Где Рожала Моя жена Нашего Четвертого Ребенка Татьяну Нашу Рожала Там Она Да Рудома Я гулял Здесь Там Недалеко Вот Через Дорогу Буквально Вот Значит И Вот Как раз Преподавал В те дни Как раз Я Близкий институт В 1998-1999 годы Как раз Они нам Собирались В те годы Это был Большой институт Там Большое было Собрание Очень большое Собрание Больше тысячи Человек Точно Весь Большой зал Основной Химволок Был До отказа Набит И плюс Еще ставили Дополнительные Стульчики Там И всякие Скамеечки И поэтому Там Больше тысячи Был человек Однозначно Вот В коридорах Люди Стояли И в основном Были Реабилитанты Бывшие Наркоманы Алкоголики Там Очень много Было Таких Братьев Что Знаете Жутко Было Смотреть На некоторых Все Наколков Все Прошлая Жизнь У них Была У многих На лице Буквально Но Слава Богу Господь Коснулся И люди Действительно Зажглись Верой Молились И вот Было чудо Там У нас Одно Из таких Нашей Семьи Чудес Когда У нас Родилась Там Таня То Врачи Сказали Что Это Родилась Проблема Девочка Вот Нет Ключиц Вообще И Значит Там Описала Врач Мне Все Как бы Это Такую Редкую Такую Аномалию И Рассказала Что Девочка Даже Будет Заниматься Гимнастикой Развиваться Будет Но Руки Не сможет Высоко Подниматься Максимально Судя По Строению Которое Они Исследовали Вообще Меня Настолько Добило Просто Вот И Как Раз На Занятие Шел Я И Думаю В Роддом И Сразу Занятие Химолокном И Представляете Я Иду А у У меня Одно Она Говорит Что Братик Сказал Что Даже Ложку Не Сможет Держать И Поднимать Вот То Инвалидность Пожизненная Самого Роддома И Представляете А у Меня Пока Я Иду До Химолокна То У Руки Не Для Скуки Да И Не Для Просто Подложку Да Значит А Вот Бога Славим Поднимаем Руки Богу И У Нем Прям Такой Девочка Она Должна Славить Бога Поднимать Руки Богу И Пришел Занятие Как Раз Здесь Даже Начинаться Вот Уже Было Начало Там Нагануне Прошлым Днем Значит И Я Все Рассказал Я Проводить Честно Очень Тяжело Настроения Сейчас Нет Проводить Занятие Сразу Я Хочу Рассказать Вам О своей Проблеме Сейчас В нашей Семье Проблеме Рассказал И Давайте Помолимся И Вот Сколько Там Было Народа Мы Все Встали Молились Очень Такая Была Присутность Божья И Было Чудо В тот же День Было Чудо Жена Потом Рассказывала Уже Что Эти Новорожденные Были В отдельном Месте И Там Медсестра Туда Приходила Вот Значит Она Перепеленовывала Или что Там Значит И Аж Даже Закричала Даже Там Мамочки Испугались Мало Лишь Ну Что С ребенком Чем Там Случилось Беда Какая И Представляете Значит Она Врача Срочно Кликнула Кричала Значит Врач Тоже Бегом Мало Что Случилось С таким Ребеночком Вот Оказывается Она Таню Нашу Распаковала Ее Раскрыла Вот И Представляете И Девочка Наша Обе Руки Подняла И Держала Так Она Чтобы Это Ну Как Меня Не Поверят Врач Если Я Расскажу Такое Она Быстро Быстро Как Врача И Врач И Пока Они Осматривали Все Она Держала Руки Все Это Время Обе Руки Вверх Они Были В Недоумении Вообще Это Вопреки Всему Вопреки Всему Что Они Говорили Вопреки Для Нек Это Был Такой Стресс И Там Зав Всем Отделения Больницы Родины Представляете Она Женщина Была Серьезная Женщина Известна Но Она К Вере Была По Скольку Относилась Представляете Если Атеистически Настроена Но Это Так Сильно Подействовало Что Она Даже Позволила Мне Потом Я Пришел Она Вопреки Всему Что Я Знаю Но Она Даже Позволила Мне Представляете Сама Продолжила Помолиться Вы Не Могли Я Объяснил Что Мы Молились И Все Что Я Могу Еще Сделать Вот И Не Могли За Наши Деток Помолиться И За Деток Помолился И Она Привела Туда Куда Никого Не Пускай Вообще Где Интенсивная Терапия В таких Камерах Стеклянных Обах Детки Лежали Особенно Показало Мне Очень Сложные Такие Недоношенные Очень Сложные Естественным Образом Они Не Выживут Только Чудо Будет Такое Я Молился Туда Никого Не Пускай Меня Пустили Настолько Ее Это Потрясло Она Была Свидетелем Чуда Представляете Вот И Поэтому А Я Узнал Что-то Чудо Все Вышел Там Где Сейчас Церковь Находится Храм Христа Там Просто Территория Была Больничная Там Стал Молился Такое Присутствие Божие Такое Присутствие Это Сильное Пережил Так Богу Очень Хорошо Настолько Что Это Памят Для Меня Стало Просто Всю Жизнь И Представляете Прошло Немного Времени И Администрация Бог Затрыл Глаза Они Сами Потом Говорили Что И Парстой Филиппу Говорили И Там Еще Я Слышал Разговоры Не раз Говорили Администратор Что Что Нас Дернуло Выставить На Продажу Они Выставили Тут Попотели Что Мы Сделали А Те Залом Теперь Внести Значит Представляете Мы Своим Кому Тебя Продали Эту Территорию Там Такое Место Между Двух Станций Метро Лакомо Высочек Продешевили Тоже Дорого Не Ёшево Но Могли Больше Сорвать С Продажи Короче Там Всего Всего Но Бог Закрыл И Юристы Все Сразу Оформили Вот Это Да И Короче Они Даже Хотели Потом Обратно Уже Все Там Очень Грамотно Все Оформили Все Правильно Сделали Все И Начали Стоятельство Храм А Потом Я Проходил А что Здесь Строют Наверное Еще Больничный Комплекс Церковь Здорово Думаю На том Месте Чудо Дальше Я Знаю Что Господь Он Милостив И Есть Места Мы Ездили На Харьков Седан Места Где Бог Воскресил Того Мальчика Есть Памятные Места Для Нас Верующие Которые Взбуждают Наш Дух К Молитве К Особому Переживанию Бога И Это Место Я Знаю Здесь Накловской Мы Сейчас Видим То Что Мы Видим Советская Постройка Утос Здание Здание Довольно Не Новое Ветшающее Но Я знаю Что Здесь Тоже Что Происходило Когда Может Еще При Царь Городь Каких Нездях Тоже Молились Люди Мы Не Знаем Значит Кстати В Орлее Тоже Был Случай Я Еще Был Со Всем Пацаном Переживал Бога Очень Сильно В Одном Месте Там Был Пустырь И Колючки Я На Пленер Ходил И Одну Картина Написал Так Назвал Аллилуйя Да Да Слава Богу Слава Богу Правда Очень Дведи Все Вот И Теперь там храм Который стоит Православный Вообще Я Это Узнал Вот Это Да И Сегодня Давайте Начнем С этой Молитвы Благодарения Бога Самое Главное Ведь Действительно Что Не просто Храм Из Камня Или Из Дерева Или Из чего Храм Вот Живой Человек Потому что Мы Из Храм Божий И Живые Камни И Вместе Мы Этот Святой Храм Созидаем Потому что Мы живем Уникальное Время Время Третьего Храма Который Строится Уже Два Тысячелетия Вот И Слава Богу Что Пять Столети Там Назад Тот Казалось бы Долгостроен И уже Стройка Уже Как бы Замерла Казалось бы Уже На совсем Даже Многим Казалось Уже Знаете ли Христианство Уже Все Уже Необоротимы Процессы Разрушения И прочее Уже Снести Как бы Все Это А Бог Нет Он Выставил Хороших Таких Прорабов Мартин Эдютера Кальвина Цвин Гляда Баптистов Там Все И Стройка Закипела Глядишь Опять Все Как бы Возобновилось А сейчас Какая стройка За эти Пять Столетий Знаете ли На этой строй Площадке Много Что Изменилось Сегодня Темпами Ударными Идет Просто Эта стройка Этого Храма Где Куполом Является Сам Мессия Ишуа Сам Иисус Христос И где Фундаментом Сам Иисус Христос И где Весь Этот Храм Святой Господи Это Сам Иисус Христос Живой Господь Аминь Да Особенно Ибо Как Господь Сказал Кто Разрушит Храм Какой Храм Наш Храм Если Мы Пускай Тех Духов И не Болимся Против Тех Духов Не исповедуем Нашу Борьбу Духовную Значит Мы Не знаем Бога Мы его Никогда Не знали А Храм Это Мы Потому Что Двое В постели Одно Забирают Одно Оставляют Это Постель Мы Мы Постель Потому Что В членстве Дух Душа И Тело Двое В постели Одно Забирают Одно Оставляют Это За Духа За Духа Потому Что Дух Против Забот Против Духу А Душа Стенает Она Не знает Что Делать Плот От Него Требует Кушет Дух Требует Поклонение Богу И Душа Не знает Кому Угодить И Поэтому Мы Когда Становимся В пост Плот Сует Суета Бегают Суета Бегают А Когда Читают Нужно Подмести Зачем Нужно Наполниться Очиститься Чтобы Лукавый Не заставлял Тут Делать Это Лукавый Заставляет Нас Подметать Суетиться Лукавый Заставляет Да А Дух Нет И Спроси Что Ты Больше И Батя Сейчас Утром Мне звонят А Духа Давай Молимся 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 Никто Не старается Чтобы В покое Ходить Господин Что Ты Хочешь Делать Ага То То Идет Нужно Помогать Помогать Благословляю Никого Не получится Да Дорога Я буду Дорога Чтоб Тебя Получилось Потому Что Сара Дела Сара Сидит Сагать Ла 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 А враг Приходит Возьмит Такую Муки Сделать Такую Что Она Не знает А именно Так Потому Сторонна Была Она Знать Что Бо Она Не Сделала Сказ Не Так Всегда Сказ Не Так Она Сидит А Когда Сказ Она Сделала Да Я Сделала Он Говорит Хорошо Тебе Приказ Есть Потому Что Она Послушаем Поможница Ева Не Захотела Послушаем Делать Первое Делать Послушаем Потом Пошло Сомнение Потом Вожделение И так Так Она Пришла Мне Целая Банда Мне Уже Банда Вот Надо Эту Банду Нужно Себя Выходить Для этого У нас Есть Муж Который Соображает А Муж Говорит Бог Бог Говорит Поэтому Жена Должна Должна Бог Сказал Ну Ну Давай 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 Андрей И Наш Муж Сейчас Сам Иисус Христос Кстати Хороший Пример А Жена Это По сути Вся Церковь Хорошее Сравнение Помолимся Да Помолимся Я Не Хотел Бог Не Сказал Помолиться 102 Солма Да Начать Служение И 102 Солма 102 Я Послушаю Бог Так что На любовь Я Не просто Мы читаем Цим псалмом А просто Цим псалмом Псалмом Дови Звертаемся До Бога Аминь Аминь Благослови Душа моя Господа И вся Истота моя Имя Святая Его Благослови Души Моя Господа И не забывай Всех благодействий Его Він очищает Всі беззакония Твои Сцеляет Всі недуги Твои Він Звільняет Відкління Життя Твоє Вінчає Тебе Милістю Щедротами Благослови Віддалив Він На синах Синів Що бережуть Завіти Його І пам'ятають Заповіді Його Щоб Виконувати Їх Господь На небесах Уготував Престіл Свій І Царство Його Всім Волю Його Благословить Господа Всі дела Його На всіх містях Володіння Його Благослови Душа моя Господа Аминь 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 Аллилуйя Що Чем можна Лучше Чем Слава Боже Нам не сказати Аминь Будь ласка Слава Тебе Боже Наша Слава Господь Боже Благословенный Царь Всевенный Благословенный Господь Бог наш Отец наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое И да придет Царство Твое Да будет Воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш Насущный Дай нам На сей день Прости нам Долги наши Как и мы Прощаем Ложникам нашим Не веди нас В искушение Избавь нас От лукавого Твое Есть царство И сила И слава Во веки Аминь Бог наш Святой На небесах Величественное И на земле Везде Величественное Имя Твое Да прибудет И в наших Судьбах Господь Слава Твоя Боже Благослови Господь Сегодня Это собрание Наше Этот собор Благослови Благослови Господь Боже Эти дни Боже Когда действительно О Великой Реформации Мы не просто Вспоминаем Боже Но имеем Великую честь Боже Быть продолжателями Великих Деяний Святых Твоих Апостолов Пророков Святых Твоих Мужей И жен Господь Которые на протяжении Этих веков Трудились Слава Тебе Боже Благослови Господь Боже И вспоминая Наставников Наших Вспоминая Тех Кто нес Слово Твое Евангелие Святое Боже Благодарим Тебя Господь Аминь Аминь Благодарим Тебя Боже Потому что И сегодня Ты тот же Самый Что Ты Был Прославлив Тебе Как Господь Прошлое Сегодня Ты тот же Самый И Тебе Вся Слава И хвала Боже Благослови Господь По богатой Тебе Вся честь И хвала Благодарю Тебя За Твою Любовь Ты так Возлюбил Весь этот Мир Всех Нас Что отдал Сына Своего Свою Жизнь Отдал За нас Свою Кровь Пролил Боже За каждого Из нас Чтобы всякий Верующий В Тебя Не погиб Но имел Жизнь Вечную Благодарю Тебя За Дух Утешителя Духа Святого Твоего Боже Благодарю Тебя За эту Господь Боже Благослови Господь Нас Боже И Благослови Господь Собрание Наше Как добрый Отец Своих Сыновей И дочерей Благослови Господь Слава Тебе Боже Наш За Голков За Кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твое За Обеду Твою За Голкову За Кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарим Тебя Иисус Благодарим Тебя Иисус Иисус Благодарим Тебя Иисус За Все Мы Благодарим За Все Мы Благодарим За Благодарим Иисус Благодарим Тебе Благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим, о Дух Святой! За все мы благодарим! Благодарим, Господь, Тебя за все, за милость и благость Твои, Боже, наш слава Тебе! Боже, благодарим за кровь святую, божественную Твою святую кровь, которой искуплены мы от суетной жизни! Благодарим Тебя, Господь, за спасение, дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим! Твой подарок человечеству! Твой подарок истрадавшейся земле! Боже всемогущий, благодарим Тебя, что Твоей святой кровью, Господь, искуплены мы, выкуплены! Твоей святой кровью, исцелены, Господь! Твоей святой кровью, Господь, освобождены! Боже, благодарю Тебя, Господь, за дар Твой! Боже, за любовь Твою, за жертву Твою! Бесконечно благодарю Тебя, Агнца от века закланного! Боже, живого Спасителя нашего! Мы собрались во имя Твое, во имя Иисуса Христа! Господь, и я верую Божию, и мы веруем, аминь, что Ты среди нас! Ты среди нас! Ты в наших сердцах! Но, Господь, Ты и среди нас, в присутности Своей, в полноте Своей, Своего бытия, Божия, потому что, действительно, это Твой собор, это Твое собрание, это Твоя, Господь Божия, место, потому что Святое, то место, где, действительно, наши сердца соединяются в вере, в любви, в чистоте. Слава Тебе за все, наш Бог и Царь! Благостави, Господь, Твоим Духом Святым! И благостави наших братьев сегодня, Божий, сестер, всех, кто пришел, и кто не смог прийти сейчас. И, Боже, благостави, Господь, весь народ Твой! Боже, благостави всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь Божий, верующих разных церквей, разных собраний, общин, конфессий, динаминаций, организаций, направлений Божьей, юрисдикций. Боже, Ты знаешь, Господь, Боже, потому как, действительно, то, что сегодня мы вспоминаем, и за что Тебя благодарим, Господь, за 500-летие этой реформации, Боже, это, действительно, Твое деяние. Потому что вся слава и не Лютеру, и не Кальвину, и не Цвингли, и не другим тем, кто тогда, опять, столетия назад начинал, Господь Божий, поднимая знамя Великой Реформации, этот процесс Божий, эту эпоху Реформации, но, Господь, вся слава Тебе, Боже, смогущим, потому как Ты через обычных простых людей, Ты совершаешь великие Свои деяния, Боже, и сегодня Ты тот же самый, и Тебе вся слава и хвала, Боже наш, благословен Ты, Царь наш. Призри, Господь, с неба, и посети виноградник сей, насажденный Твоей рукою, и благослови, Господь, всех нас, да добрые винограды, слава Тебе, Боже наш, благослови, Господь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в коем другом не спасение, ибо нет другого имени под небом данного нам будет, в чем надлежало бы нам спастись. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присады, друзья. Да, Виталия, приветствую. Да. Сегодня мне подобает уже одна песня. И сегодня я отцу Андрею скажу, перепиши, пожалуйста, слава. И он говорит, что долго не переписывал, а сегодня в три часа Бог его разбудил, и он переписывал. И мне просто вот лежит на сердце, сильно вот, что мы с отцом Андреем прославили Бога, и застывали эту песню. Да. Алёвия, слава. Браты и сестры, давайте встанем. Да, ты понял, ты попросил. Нет, 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 нет. Ты веди, веди в этом самом, я застываю. Да, да, да. Это. Песни очень, начальник. Да. Вот я, когда научусь, и когда научусь, я буду, буду, да, сам співаю, тогда тогда да. А пока, 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 раз співай, я думаю, что Бог дивится, не то, как мы співаем, а на наши сердця. А я дуже, дуже хочу прославить Бога. Ею криснею. Брат, у глазка. У глазка. Вот так. Так. О. Давай. У глазка. Образ совершённый Любви и чистоты Спаситель засмирённый Пример мой вечный Ты. Над лихом сетерновом Хочу душой взирать, Хочу делами словом Тебе лишь подражать. Хочу твои дела я Лишь в жизни повторять, Хочу благословляя Врага моим прощать, Хочу за них молиться, Как ты молил о них, Хочу, как ты смириться Среди сынов земных. Во всём хочу Тебя я Спаситель подражать, Но мне всего милее В Тебе лишь прибывать. Хочу в Тебе ответы, Хочу в Тебе одном, Чтоб виден был везде ты, Чтоб ты сиял кругом. В Тебе прибыть желаю, В Тебе хочу прильнуть, Но лучше, умоляю, Ты сам во мне прибудь. Тогда моё сознание Наполнит образ Твой, И я Твоё сознание Навек солю с Тобой. Засветит неземное Снаружи и снутри, Погаснет я плоское Луча Твоей зари. И аминь. Слава Богу. Слава Богу. Богу слава. Богу аплодисменты. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Всё замечательно. Слава Богу. Да, присядем давайте, друзья. Да, слава Богу. Мартин Лютер, реформатор, Одна из его таких фраз известна, Что для дьявола ничего страшнее нет, Чем поющий христианин. Слава Богу. Там в контексте Его беседы Дымелся Дом. Поющий, конечно же, да. Не просто там, что мелкомышля, а в смысле, можно разные песни петь, элитические всякие, а именно проставляющий Бога в контексте Дымелся Дом. Воспевающий Богу христианин. И там как раз Мартин вспоминал насчет братьев наших Павла и Силу, которых избили. Вот, опозорили, унизили и избили. Изранены были братья наши и бросили в темницу. И даже, как бы, дальнейшая судьба их была еще очень большим вопросом. И вот в такой позиции, да, в таком положении, они, конечно, да, они там, может быть, немного споткнули, может быть, немного там, не знаю, всякое было. Может быть, обычно вот такая старая такая добрая еврейская саможалость, есть такая еще, как бы, да. Но, с другой стороны, в полночь они что сделали? Молодцы! Братья, приветствую, да, слава Богу, окрепли вам, мир вам. Вот, окрепли. Можно сюда, тоже есть, согласно, будет скукнуть на билет. Можно? И, значит, да, там, чтобы кто-то вас задать. Не ушло, она. Вот, значит, и, значит, и братья, они не унывали. Слава Богу, в полночь они славили Бога, они воспевали Богу. И узники другие, ну, там же, это же тюрьма, знаете ли, это они там, братья, за веру попали туда, как-то, да, за слово Божье. А остальные там, наверное, как бы, ну, так, может, какие-то уголовники, да, мало ли. Вот, какие-то там, не знаю, там, хулиганы. Вот, а, значит, а это были, вот, верующие, и верующие, они имели Бога, да, воспевали Богу. И вот, слава Богу, что среди этой ночи Бог совершил чудо тогда. Вот, хочу тоже свидетельствовать чуде, вот, когда мы свидетельствовали того, что, казалось бы, в Библии написано, да, далеко по времени от нас, да, два тысячелетия прошло, но, на самом деле, это, ну, для нас это два тысячелетия, а так это всего-то в небесном измерении, ну, пару дней, как бы, немного, в общем-то, прошло-то. Вот, но и к тому, что это живая история, на самом деле, она очень поучительная история. Для нас сегодня это, знаете ли, неприходящие, есть ценности, да, есть неприходящие такие вот, такие свидетельства. И вот, свидетельство Божьей славы в том, что Господь потряс землю, вот, и это не было просто обычным землетрясением, как там в кино показали, как-то там снимали про деяния, там, ну, как бы, мол, совпало с землетрясением каким-то. Можно и так понять, нам, в принципе, так примерно объясняли, когда-то, в 80-е годы еще, вот, в семинаре, вот, чудеса, многие не чудеса нам объясняли, вот, 88-й год был, как раз вот, хотя уже там, перестройка в разгаре была вся, уже давно уже, и, как бы, но все равно были уроки моральный облик советского священника, там, и прочие, ну, режущие слух очень, да, такие были термины, да, кстати, у нас был Генрих Боровик тоже, лекции проводил, тогда очень, очень популярно был Дяйск, в то время, вел международную панораму, в то время, да, значит, а это, так интересно, как по телевизору смотришь, только вживую, такой же, так руки скрыли, так не положил, так и давай, а моральный был в облике советского священника, вот, что вот, мировой империализм, как бы, значит, там, во главе с двумя, как бы, гидрами империализма, это Израиль и США, вот, как бы, хотят задушить нашу советскую родину, как бы, там, и, короче, там такое, что, в кино такого не увидишь, вот, значит, ну, ладно, это как бы отдельная история, но, вот, по поводу чудесного, тоже нам объясняли, что, как бы, допустим, Моисей, там, он такой был, ну, очень хитрый, ими такой, который, значит, научился все еще хитрости, и египетский, вдобавок, знаете, понимаете, уже двойной хитрец такой, значит, и он, подгадал время приливов отливов, как бы, значит, и вот подвел, как раз, Израиль, в то время, когда, как раз, ветерок-то, как бы, отогнал, как раз, и они прошли, как бы, ну, как бы, древние любили преувеличивать, как бы, значит, поэтому, я поступнул, вот, а так вот, имелось в виду, что, ну, вброд перешли, короче, знаете, вот, как сиваж какой-нибудь, перешли, и все, значит, А египтяне как бы опозорились, не успели. И вот вода пришла, и короче они потонули. А про маму там еще смешнее было, что мол там такие завихрения, мол такие в Арабии до сих пор есть такие завихрения. Они значит какие-то там пыльцу какую-то там... С парень поднимают. Да, поднимают, поднимают, и потом она как бы падает в виде, ну не булочек, но что-то такое. Каких-то таких хлебобулочных изделий, короче. И бедуиды могут даже как бы удивляться, как хлеб с неба. Ну опять-таки, ладно, там одна лепешка упала, ну там, не знаю, даже пару шормы упало. Миллионы людей накормить, представляете? Сорок лет, да. Дождь в виде фрикаделях, значит. Именно как раз попадал на то место, где как раз были евреи. Да, интересно конечно. Ну, опять-таки, я так понимаю, что нам такую религиозную лапшу вешали на уши, как бы, не без основания надеясь на то, что подавляющее большинство нашего брата, да, значит, не будет удосуживаться перепроверять, как бы, и внимательно все-таки прочитывать контекст вообще библейский. Ну, как бы, к сожалению, вот так вот. Но, на самом деле, что было тогда в деяниях, это не просто землетрюс был, не просто потрясла земля. Да, потому что у них оковы упали еще, знаете ли, и придом у всех. Ладно, там бы только Павел Сил, там у всех. И, знаете, вот я очень Богу благодарен за то, что, когда мы воспеваем Бога, да, несмотря ни на что, воспеваем Господа, то не только какие-то оковы падают, да, вот в нашей судьбе, может быть, там, семье, там, служение, но... И даже у неверующих, те, кто, ну, хотя бы соглашается, как-то принимает, как-то воспринимает как-то то, что мы делаем, да, вот как-то одобряет как-то, как-то причастным каким-то образом, каким-то боком, припеком, но становится причастным вот тому, что мы делаем, да, на этой земле. Вот, и у них тоже благословение, знаете ли, тоже вот узы ослабевают эти. И сегодня, благодарю Бога за то, что действительно, кстати, вот тоже я пою, я не певец, я художник вообще по специальности своей, да, церковный, вот, пою, хотя еще в том же 88-м году я должен был аниметь, ну, максимально в 89-м году, по прогнозам врачей, то есть чисто и как бы естественным образом, я должен был замолчать. Я разговариваю только лишь шепотом уже все. Вот, значит, и при том последнее обследование, вот, ухо-гордонос проводил врач, который всю жизнь был практикующим лор-врачом в Большом и Малом театре. И плюс еще артисты кино многие у него проходили вот эти консультации, знаете ли, значит, то есть человек опытный, который для певцов ставил, ну, стопроцентный, ну, верный диагноз, проверенный врач, проверенный. И он уже пожилой был, дядька уже пенсионного возраста такого, предпенсионного возраста. Вот, и я был у него на приеме, попасть к нему было очень, только хобла, а то можно было большому попасть. Вот, значит, и, знаете ли, и он осмотрел и сказал, молодой человек, а я как раз пел на клиросе тогда вот, пел в храме. И он сказал, молодой человек, это был 88-й год, он сказал, молодой человек, значит, вы, не понимая, там, поете в храме, все, значит, ну, вы скоро вообще замолчите. Вам нужно срочно прекратить петь, говорить очень тихо совершенно, вот, значит, хоть как-то голос дал сэкономить. Он описал все это врожденное, там, проблему эту, значит, бывает такое, но вот не вы первый, не вы последний такой, значит, как-то, значит. Вот, и, но в скором времени, буквально через какие-то там месяцы, там, все, вы сможете как-то шепотом говорить, вот, а петь вообще забудьте даже. Понимаете, я вот, я молодой человек, значит, да, я пою, я как чтец тогда был, значит, пел на клиросе, вот, и, и, знаете, все равно решил в храм, пел, и я даже, когда и батюшка тому не сказал мне об этом все, значит, я просто так вот решил для себя, что даже если я думаю, анимею, то пусть это будет в храме, вот, пусть это будет, ну, я хочу, до последнего, сколько есть, я буду петь, я буду петь, и, значит, и буду славить Бога, вот, и, знаете, и вот с 88 года прошло сколько лет уже, представляете, почти 30 лет уже, вот, и я все пою, вот, и я все не замолкаю, все пою, поэтому, вот, я знаю, что это тоже чудо, о котором я так особо не рассказывал, особенно нигде, ну, кое-где, при возможности рассказывал, пару раз в школах, в школах преподавал, в школах прославления, вот, там я как раз пример приводил, чудо такого, так что, знаете, для Бога нет ничего невозможного, для Бога, действительно, и, ну, это, как бы, с этим согласны больше или меньше, ну, все верующие, да, даже не верующие порой, согласны с этим, вот, но, вот, труднее понять и уразуметь и согласиться с тем, что для верующих в Него, доверяющих Ему, тоже нет ничего невозможного, вот, с этим, как бы, это, это уже другая немного статья, вот, понимаете, или, потому что Он всемогущий, но, когда мы, верующие, совершаем Его деяния эти, да, и говорим, что, да, действительно, вот, все могу, укрепляющий меня в Господе Иисусе Христе, Павел, я думаю, прекрасно понимал, что имелось в виду, да, и другие апостолы прекрасно понимали, что имелось в виду, потому что без Него, без Христа укрепляющего, да, без Бога, не то, чтобы деяния апостола, вообще ничего не было, просто, просто, церковь, она сверхъестественна, вот, сегодня ночью прочитал, как раз, представляете, одно из откровений, там братья выставляли всякие эти посты, эти, и картинки, одна из картинок интересных, Наполеон Бонапарт, ну, как всегда, такой, суровый, такой, сумрачный дядь, как, но такие хорошие слова, оказывается, у него такие были, вообще, по поводу Евангелия, по поводу Библии, думаю, надо же, ну, не знаю, где он их написал, под Москвой, или на Эбе, или на Святой Елене, я не знаю, короче, но он написал очень мудрые вещи, оказывается, что Божье Слово, Библия, это как, он сравнился с живым организмом, она настолько жива, эта книга, что она побеждает все те преграды, которые становятся на ее пути, и любое препятствие, оно просто прорывает, думаю, вот это да, а ведь так оно и есть, слушайте, Наполеон таким образом. Острое святой Елене, он же там пчеловодом стал. Да, 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 ну, у меня там время было такое, да, слава Богу, так, что, вот, император, да, совсем молодец, пчел разводил. Не, он не разводил, он там увидел, там было большое хозяйство, И он когда первый раз сел возле улик, и он как увидел, как трудятся, после этого года, где он там был, он написал кодекс... А, вот говорили, да, кодекс этот. Пчеловоды. Нет. Кодекс навалённых. Конституция факций. Он же риск быстро не будет лёгать. Ладно, мы сейчас не навалёнесь, куда я не хотела. Да, ну да, в каждом срочи. Интересная личность, да. Но вот Бог совершает, да, через этого императора, значит, да, сказал такие слова, великие слова. Слушайте, вот, если Слово Божье в его жизни, я так понимаю, тоже, как бы, он-то субъективно тоже как-то всё это описывал, я так понимаю, что в его жизни, видимо, тоже какие-то преграды были, да, получается, и в его жизни тоже эти преграды Слово Божье как-то сломало как-то. Получается, оно в жизни любого человека, и будь это император, будь это простой селянин, да, пчеловод, кто угодно вообще, да? Депутат. Депутат, кто угодно, Божье Слово, оно прорывает любые эти преграды. И, знаете, весь этот мир создан действительно, ну, Словом Божьим. Благодарю Бога за эту святую истину. И я сейчас там себе тоже скачал такое объяснение, ну, может, кто уже смотрел, я там уже выставлял уже пару раз у себя на Фейсбуке тоже такие ссылочки на доктора Ховен, да, значит, вот это вот о сотворении мира, значит, да, значит, его там эти цитаты некоторые выставлял, значит, и вот институт креционизма, да, сотворение Вселенной, сотворение Вселенной. Вот, значит, мы знаем, что там есть, ну, как, атомы, значит, да, значит, там мельчайшие, вот ученые выясняли, что есть самая вот основа всего, как бы, да, вот, значит, там, что там, молекулы, значит, там, атомы, да, значит, нейтроны, там, протоны, значит, там, ха, выяснили, что самое, самое вот конечное, что они определили, это звук, колебания, звук. И, так интересно, действительно, вот Бог сотворил Словом, Он сказал Слово, которое все вот сформировало, Его звучание, Его Слово, Его звук, да, Он создал, знаете, как камертон, весь этот мир вообще, и до сих пор Его Слово, оно звучит. И я благодарю Бога за чудо Его Слово, одно из пяти Словос, которое сегодня я вот хочу вот так вот оглашать, то есть пять принципов реформации, пять идей великих, тезисов реформации, пять главных направлений реформации. Словос, только, только, Словоскриптура знаменитая, Словоскриптура, только Писание. И, действительно, только Божье Писание, именно Божье Слово, Скриптура имелось в виду, даже, мы понимаем, да, не просто записанное Слово, да, понимаем, все. Не просто Библия, напечатанная, допустим, да, на бумаге, или же, там, скачанная к нам на телефоны, на компьютеры наши, да, вот, это графы, да, значит, есть, значит, там, логос, мудрость. Графы – это скачанное Слово. Некоторые думают, что если Библию иметь, допустим, у себя дома, допустим, да, то будет, как бы, счастье в доме, да, допустим, значит, удача. Или, там, носят с собой Библию, вот, думают, что это, как бы, полагают, что-то меч ихний, ну, подсказка сразу, там, где-то найти место Писания, может быть, закладочку, там, удачно положить. Вот, и, как бы, напомнить, или, как бы, так, аргументированно, вот, Библия, смотри, вот, как бы, доверяй Слову Божьему. Вот, на самом деле, это не совсем то. Есть еще логос, это логос, это уже совет, мудрость. То есть, мудрость Слова Божьего, ее может и государь-император использовать, и психолог, и медик, и бизнесмен, и люди религиозные, и люди совершенно далекие от религии, и верующие, и верующие могут использовать вот это логос, мудрость Божьего Слова. Знаете ли, принципы, которые Бог, вот,